Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД при содействии сотрудников Сбербанка пресекли сбыт крупной партии наркотика. Задержан 30-летний житель Московской области. Молодой человек организовал в лесном массиве около деревни Смолина Калининского района тайник-закладку с наркотическим средством мефедрон массой превышающей 2 килограмма. По месту жительства подозреваемого в городе Красноармейск Московской области в арендованной квартире оперативники обнаружили и изъяли около 1 килограмма мефедрона, 1 килограмма гашиша и порядка 700 граммов амфетамина. С какой целью вы прибыли в Тверь, в Калининский район? Оставить закладку. Закладку с чем? Синтетический наркотик. Оставили? Да. Сколько стоит съездить, заложить? 40 тысяч. В отношении фигуранта избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Ведется следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправных действий и каналы поступления в регион запрещенного вещества. У жителей поселка Пена из ангара похитили имущество на 40 тысяч рублей. Сотрудникам уголовного розыска удалось в кратчайший срок установить подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый, 63-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что утром пробрался в ангар, похитил несколько медных сварочных кабелей, кофе, крепкие спиртные напитки, пневматическую винтовку и медные воздушные трубки для автомобиля. Часть украденного он спрятал в лесу. В скором времени имущество будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. Сотрудник полиции спас тонущего в реке Лося. Это случилось в Сандовском районе на реке Орудовка. Начальник Сандовского пункта полиции, подполковник полиции Андрей Воробьев, передвигаясь по тонкому льду на охотничьих лыжах, добрался до попавшего в беду животного и накинул на него аркан. Благодаря этому спасатели смогли вызволить Лося из воды и вытащить его на берег. Редактор субтитров А.Семкин